МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это факты происшествия. Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. Несколько грубейших нарушений на дороге и как результат прерванная жизнь. И в чем неповинного человека? Шокирующее ДТП произошло сегодня утром в Краснодаре. Внедорожник протаранил припаркованную газель и врезался в группу дорожных рабочих, которые делали ремонт на улице Дзержинского. В результате один человек погиб на месте, еще четверо получили серьезные травмы. Иномарку по инерции отбросило на другой стоящий рядом автомобиль отечественного производства и далее его возгорание. При этом водитель иномарки успел покинуть автомобиль до его возгорания. По предварительным данным, за рулем внедорожника сидел 17-летний житель Краснодара, который не имеет водительских прав. Возможно, поэтому он стал уходить от полицейской погони. По словам очевидцев, ленд-ровер несся на огромной скорости. Как показали результаты медэкспертизы, молодой человек сел за руль пьяным. Сам он, по словам очевидцев, несерьезно пострадал. Сейчас его допрашивают следователи. Полицейские возбудили уголовное дело. Все детали этой шокирующей аварии. Смотрите выпуски новостей. Факты выйдут в эфир в 19.30. А мы продолжаем. Жуткие кадры с места аварии в Курганинске сегодня появились в соцсетях. После столкновения двух авто пассажир вылетел из машины и погиб. На перекрестке водитель отечественной 99-й на скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора и протаранил другую «Ладу». От удара у пострадавшей машины открылась передняя пассажирская дверь. И 43-летняя женщина вылетела на дорогу. Она погибла на месте. В аварии серьезные травмы получил водитель «Лады». А вот предполагаемый виновник ДТП отделался ссадинами и ушибами, сообщили в ГИБДД. Взрывы языки пламени прямо на дороге. В Испенском районе загорелась «Газель», которая попала в ДТП. По данным автоинспекторов, ее водитель не уступил дорогу к грузовику. Произошел удар. Очевидцы говорят, что машина была на газу, она взорвалась. Водитель и его пятилетний пассажир успели выскочить из автомобиля, но они получили травмы. Пострадавших на карете скорой помощи доставили в больницу. Еще одно огненное ЧП случилось накануне в Краснодаре. По дороге на Ростовском шоссе загорелся бензовоз. Скорее всего, из-за замыкания электропроводки. Информации о пострадавших нет. По всей видимости, пламя удалось потушить вовремя. Еще одно видео, которое не оставит без эмоций, сняли очевидцы аварии в соседней Адыгее на южном обходе. На обочине трассы стоят несколько грузовиков. У одного из них слева раскурочены задние колеса. Но дальше кадры заставляют ужаснуться. Фуру буквально разорвало на части в нескольких метрах. От нее в Квете лежит кабина. Но интересно, вот что, несмотря на масштабы ДТП, в сводках ГИБДД Адыгеи подобных аварий с пострадавшими не числится. А это значит, что участникам дорожного происшествия крупно повезло. Далее расскажем об авариях, которые произошли в столице края. Наш короткий обзор кадров с камер ЕДДС. Поездку по Кубанской набережной владелец белого седана запомнит надолго. Он не остановился на красной и на скорости протаранил выезжавшее со второстепенной дороги авто. От мощного удара пострадавшую машину развернуло на 180 градусов. К счастью, водители отделались ушибами. Поврежденный машином вызвали эвакуатор. А этот водитель наоборот на запрещающий светофор остановился, но стал участником мелкой аварии. Его попутчик сократил дистанцию до минимальной и въехал в задний бампер легковушки. Мужчины сразу вышли из автомобилей, чтобы оценить последствия ДТП. Похожая ситуация произошла на пересечении Красной и Бабушкина. Рулевой темной иномарки, видимо, слишком сильно нажал на педаль газа и протаранил едущую впереди машину. Одну полосу участники происшествия перегородили и дружно ждали автоинспекторов. А на Ставропольской встретились две автоледи. Женщина за рулем темного хэтчбека не успевала закончить маневр и надеялась проскочить. Хозяйке седана загорелся зеленый светофор, она двинулась и столкнулась с попутчицей. Итог поспешного маневра – поврежденный кузов машин. Морально пострадали и другие автолюбители, которым пришлось постоять в пробке из-за аварии. Застолье на детской площадке. Случай довольно нередкий, но малоприятный. Особенно, если алкоголь в одной руке, а ребенка в другой держит молодая мама. Одна из жительниц Краснодара заметила такую картину и осталась крайне недовольна происходящим, о чем поделилась в социальных сетях. Может, кто-то и скажет, что ничего особенного, но за подобное поведение как минимум. Законом предусмотрен штраф до полутора тысяч рублей, а как максимум – дурной пример, который молодые родители подают своим же детям. Сезон настал. Жителям края полицейские настоятельно рекомендуют тщательнее следить за своим имуществом. Летом заметно активизируются воры уличные и воры квартирные. Особенно привлекательными для злоумышленников являются вещи, оставленные на пляже. Миллионы туристов приезжают на побережье, и многие из них напрочь забывают о мерах безопасности. Так в Геленджике на днях молодой человек похитил чужой рюкзак. Хозяин сумки отправился искупаться в море и оставил вещи без присмотра. В итоге у него украли планшет, мобильник и портативную систему. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. К счастью, все хорошо закончилось. По камерам наблюдения злоумышленника вычислили и задержали. Вещи вернули владельцу. Теперь предполагаемому преступнику грозит до пяти лет тюрьмы. Чтобы такого не произошло, полицейские советуют не брать с собой на пляж ценные вещи, если вы отправляетесь к морю в одиночку. Уходя из гостиничного номера или из жилья, где вы снимаете, не забывайте закрывать двери, окна. А ценные вещи лучше всего и документы сдавать на ответственное хранение администраторам гостиниц. Наряду с подобными преступлениями чаще летом происходят и квартирные кражи. Кстати, полицейские советуют не дразнить домашних в интернете. Если за вашей квартирой следят, будьте уверены, что ваши странички в соцсетях тоже под пристальным присмотром злоумышленников. Так что будьте осторожны с фотографиями с отдыха. Есть еще несколько советов, как не стать жертвой квартирной кражи. По словам оперативников, домушник редко выбирает квартиру на лгат. 80% таких преступлений совершается по наводке. Некоторые злоумышленники определяют, есть ли кто-нибудь дома по почте. Если хозяев долго нет, накопится внушительная стопка корреспонденции. Очень старый способ, которым пользуются квартирные воры, печенье под дверным ковриком. Если кто-то дома есть, выпечку обязательно раздавят. Иногда домушники вешают на ручку двери какую-нибудь рекламу и следят, уберут ли ее хозяева. Так что первый совет – дружите с соседями. Они не только присмотрят за жильем и раздавят печеньку, но и смогут забрать почту из ящика или снимут рекламную листовку. Следующий метод – напугать вора светом или звуком. Например, поставить датчики, которые включают периодические освещения в ваше отсутствие. Или еще проще – оставить включенным радиоприемник. Тогда, как говорил почтальон Печкин, человек подумает, что кто-то дома есть и ничего воровать не станет. По словам специалистов, воры часто оценивают квартиры по окнам и шторам. Дорогой стеклопакет по заказу или богатой занавеске – верный признак достатка хозяев. Как ни удивительно, но привлекает злоумышленников и дорогие двери с хорошими замками. Нет, дело не в спортивном интересе, вскрою или нет. Просто это тоже говорит о размере кошелька хозяина. Вскрыть опытный домушник сможет любой замок. Это всего лишь вопрос времени. А вот к двери с охранной сигнализацией домушник вряд ли приблизится. Наряд полиции приедет быстрее, чем он успеет скрыться. И возвращаемся ко времени. Это самый большой враг любого квартирного вора. Особенно, если он уже оказался внутри квартиры. Преступник проверит самые классические тайники – тумбочки и комоды. Обязательно заглянет внутрь дивана или кресла. Многие прячут деньги и ценные вещи в мягкой мебели. Перешерстит книжные полки. Не пройдет и мимо шкафа. Обязательно залезет в карманы одежды. На кухне, скорее всего, заглянет в холодильник и морозилку. Как вы понимаете, не для того, чтобы перекусить. А затем в ванную комнату. Всем известен способ прятать деньги в бачке унитаза. Поэтому придумайте самые неожиданные тайники. Или установите подставной сейф. Чем больше времени потратит на поиски вор, тем больше вероятность, что его либо поймают, либо он сам уйдет. Но не забывайте, что домашний хорошо ориентируется в ценах. Он будет приглядывать не только драгоценности, но и бытовую технику. Поэтому, уезжая, задвиньте шторы. Особенно актуален совет тем, кто живет на первых этажах. Тогда вору будет сложнее оценить содержимое квартиры. А еще лучше поставьте на окна решетки. В Абширонском районе горит 95 гектаров леса. В районе сильный порывистый ветер под угрозой жителей станицы Тверской. С минуты на минуту начнется эвакуация. К счастью, это только лишь легенда, по которой сегодня в Краснодаре и Абширонске прошли учения спасателей. Аэромобильная группировка тушила условный природный пожар. Главное, не допустить пламя к населенным пунктам. За процессом с воздуха следили беспилотники. Информация с них сразу же поступала в мобильный штаб. Его в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации МЧС разворачивает поблизости. У нас получается пожароопасный период в летнее время. Как правило, у нас именно на Краснодарский край, скажу, это происходит 2-3 раза именно в этот период. Именно вся аэромобильная группировка Краснодарского края куда-то следует, двигается к выполнению поставленных задач. Отмечу, что сейчас на Кубани начался пожароопасный период. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательными, не оставлять на природе непотушенные костры и легко воспламеняющийся мусор. У меня на этом все. Сразу после нашей программы смотрите «Факты». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч на телеканале Кубань-24. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...